Церковь в первую очередь, это не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Итак. Итак, сегодня, надеюсь, мы покинем Адаламскую пещеру. И вот наше местописание к третьему месту, к третьему уроку. Откроем второе царство, вторую главу. С первого по четвертый стихи. И третье место, где Давид вынес свои уроки, это Хеврон. Итак. После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал Господь ему, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид, и обе жены его, Ахинама из Рейльтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кормиелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. Второе царство, вторая глава, первой четвертой стихи. Мы в новом месте, уже не в Адаламской, а в новом месте в Хевроне. Итак, в Вифлеем, мы вспоминаем, был место его призвания, помазания и начала. Адаламская пещера была местом ухватиться за Бога. Хеврон — это не место, которое ты неизбежно попадаешь, как вот в Адаламскую пещеру, вы внезапно в нее попасть могли бы. Но Хеврон — это то место, куда мы осознанно идем с другими мужчинами и женщинами, как здесь Давид сделал. Если мы вспомним Адаламскую пещеру, то это вы на дне колодца и кричите «О Господь, вот он я» и строите свои отношения с Богом. Хеврон — это место горизонтальных взаимоотношений, то есть с людьми. Если пещера была вертикальной взаимоотношения с Богом, то Хеврон — горизонтальные с людьми. Место посвящения, место построения взаимоотношений. Место завета. И недостаточно просто быть готовым к битве. Нам необходимо строить еще и взаимоотношения. Нам надо заключать заветы и быть посвященным другим людям. И эти вещи должны быть в балансе в вашей жизни. Мы не можем позволить себе иметь недопонимания, обиды, проблемы во взаимоотношениях. Иметь такие отношения с другими людьми и ожидать, что, несмотря на это, будем успешными. То есть нельзя жить в раздражении, гневе, обиде и ожидать успеха. И в Израиле Хеврон — это топографически, географически высокое место. Это выше, чем Сион, выше, чем Иерусалим находится. Это одна из самых высших точек в Палестине. Вы не можете просто захотеть туда попасть, легко взобраться на горку. Вы должны захотеть преодолеть все препятствия и пробраться туда. Это место очень сложное, чтобы туда попасть, чтобы его достигнуть. Но оно необходимое, если мы хотим в будущем править. И мы только что прочитали, что на Хевроне Давида помазали в цари иудейские. Саул умер. И мы знаем, что в самом начале еще Давида помазали быть царем Израиля. Все знали об этом. С самого начала. Пророк помазал его, и это весь разнеслась. Все знали, что он будет царем Израиля. Но Абнир послал Ишбашев. Ишбашев. Я не знаю, как ты это сказал. Русский. Ишбашев. Это в честь словах. Абнир послали людей, чтобы они снова помазали Давида. В 12 стих говорит нам, что Абнир, сын Ниров и Иовасея, слуги, выросли. Он вышел, и они были теми, кто помазывал Давида. So David became Judas king at Hebron, but somebody else got the prize. Абнир made Ishbasheth Israel's king. А, простите. Давида помазали снова, и он стал царем над Иудой, но приз достался и другому человеку. Кто-то там стал сразу же царем над Израилем. И 2 Samuel 2, 4, it says, the men came from Judah, and there they anointed David king of the house of Judah. И 4 стих говорит нам, что пришли мужи Иудины, они помазали Давида быть царем над Иудой, царством Иудиным. И ему было в районе 30 лет. Вы можете представить себе картину, как вы находитесь в общине. Вы может даже ощущаете, что вы помазаны быть следующим служителем, пастырем. А они проходят мимо вас и выбирают кого-то другого. И это то, что здесь произошло. И Давид стал только царем над Иудой. И опять же, царство иудейское не для того, чтобы жить, а для того, чтобы научиться. 1 Samuel 2, 8-10, it says, Abner, the son of Ner, captain of Saul's host, took Isbasheth, the son of Saul, and brought him over to Mahanim, and made him king over Gilead, over the Asherites, and over the Jezreel, and over Ephraim, and over Benjamin, over all Israel. И мы видим, какая несправедливость произошла здесь. 2 Царь, 2 глава, с 8 по 10 стих. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иовасея, сына Саулова, и привел его в Маханаем. И воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Израелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иовасею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем. И царствовал 2 года. Царствовал 2 года. И только дом Иудин остался с Давидом. Поэтому давайте остановимся немножко на Иуде. И колено Иудина, оно было бедным и слабым таким коленом. Израиль был важным и бедным. Они были сильными национами. Царство Израильское было богатым и достаточно сильным царством. И то, что пытался делать Авенир, он пытался придавить Давида, не дать ему восстать как царю. И все, что он сделал, он поставил сына Саула над царством Израиля. Он был самый недостойный из сынов Сауловых, которых воцарили на царство. И как гангстер, так сказать. Он был муж позора. Да, беспредельщик. И вот каких три урока можно вынести из Хеврона. Давид совершил три завета на Хевроне. Давид совершил три завета на Хевроне. Без этого никогда бы Давид не был готов править на Сионе. Первый завет, который он заключил, это был завет... Завет с неудачником, скажем так, потому что он не получил весь Израиль, он получил только колено Иуды. И три вещи нам необходимо помнить, когда подобное случается в нашей жизни. Нам надо принять то, что с нами случается. Нам надо разобраться с этим. И надо сделать все максимально лучшим из того, что мы можем. В данной ситуации, чтобы стать лучше. Если мы хотим иметь Божье благословение и стать лучше. Чтобы мы не говорили так, что, ну, слушай, я не буду это делать, я пастр, я предназначен, чтобы быть пастрем. Вот этим заниматься там не буду. Я не работаю с детьми, я ожидаю, когда я стану пастрем. Все, что вам необходимо, как вы думаете, сделать, это сидеть и ожидать Господа, когда ваше служение на вас свалится. То, если мы видим, Давид так не сделал. Он взял то, что у него досталось. Он стал царем только над Иудой и начал работать с этим. И Давид искренне и гордо стал царем над Иудой. Он с радостью взял только вот тот маленький кусочек, что ему достался. Поэтому вам необходимо научиться принимать вот эти маленькие вещи, которые случаются в вашей жизни. Помните, как в Писании говорится, что не пренебрегай малым. И верность в малом, она раскрывает пути к большему, к умножению. И в нашем хождении с Иисусом нам необходимо вот что понимать. Что Бог с нами. И что Бог, Он дирижирует оркестром. Когда вы переведете фокус и начнете думать, что люди контролируют процесс, вот тогда вы начнете попадать в проблемы. И вы знаете уже, что мой наставник отошел к Господу первый. И то, что я делал, я молился, куда же идти, что теперь делать. И вот я с ним 10 лет, и вот его уже нет. И я спрашивал, идти куда-либо учить. Было 4 женщины и дети. Это просто очень незначительная группа людей, ради которых стоило ехать и учить. Ни один из детей не имел работы с подростков. А у мам этих детей работ не было. Там ничего не было. А Бог говорит, едь туда и учи. И когда я свои ноги поставил туда, только ступил, реки начали течь. Из этих детей прям. Из этих подростков. Бог начал сливать свой дух. Это даже не город, это маленькое село, и оно вообще не достойное. Это место посреди пустоты, чтобы ехать туда. Коровы и кукурузные поля. Деревья, медведи, крокодилы. И спиток людей. Бедных людей. И Бог говорит, говори над ними. И пророчествуй над ними. Я имею в виду, одна девушка была, я пророчествовал в ее жизни. Ей было одиннадцать, и она играла на пианино. И она все песни одинаково играла. Это что бы ты ни просил, какую песню бы ты ни просил, это то, как она играла. И Бог сказал пророчеству, что она будет записывать свои диски, петь шикарно, и что Бог ее будет использовать. Я действительно был под действием Духа Святого, и сейчас, вспоминая, обращаясь назад, вспоминает. Но это выглядело просто безумно. Я просто смотрел на них, провозглашал верой и все эти вещи, но физическими глазами это было безумие, и просто жутко это делать. И все они на меня смотрели, как будто я сумасшедший. Я думал, что я сумасшедший, моя жена думала, что я сумасшедший, и они все думали, что я сумасшедший. Давайте запомним что-то, и вам лучше это записать. В любом месте, где бы ты ни находился в жизни, это обучающая комната, это очищающий дом, или место обеспечения для вашего призвания. То есть, любое место, любая ситуация, где бы вы ни оказались в жизни, это обучающая комната, это очищающее место, где вы чистку проходите, или, как это называется, где машины? Мойка. Или это место обеспечения для вашей судьбы. Поэтому, всякое место, в которое вы входите в вашей жизни, принимайте. И мы должны принять это, и взять самое лучшее, или выйти самыми лучшими из этого места. Я думала себе, что я просто скатываюсь вниз, ну, что я не расту, а деградирую. Вот я пастырь, питка людей с мамами и детьми безработными. Но это то место, где я учился идти вперед, несмотря на падение, а не на какие падения. Когда место выглядит так, как будто это падение, если место выглядит вот так жутко, как будто это место вашего падения, пробирайся вперед, несмотря ни на что, иди за Господом, никогда не оборачивайся назад, не ищи того, что было лучше, казалось лучшим ранее. Потому что это поможет тебе приблизиться к твоему призванию. Что сделал Давид? Ему досталось всего маленький кусочек царства, но он ввел себя, как будто он начал править над всем Сионом. Он царствовал только над коленом Иуды, так, как будто он правил всем Израилем. Духовно. Когда я был вот в моем том месте, я делал так же, и я постился, молился, я изучал. То есть, с полным посвящением проходить. И он отнесся к тому, что ему досталось правильно. И он не относился к этому колену, которое ему досталось, как будто к чему-то незначительному и не стоящему. Мы должны быть аккуратны и внимательны, как мы относимся к тому малому, что нас окружает, или к тем незначительным людям, которые нас окружают. Потому что ты никогда не знаешь, где ты еще... Где ты еще с ними столкнешься в жизни, и как ты еще будешь сработать с ними. Я имею в виду, что эти молодые люди, которые мне тогда достались, выросли и очень благословены. Они все великие лидеры стали, большие. У них хорошие семьи, хорошие работы. И Бог благословил их. И эта молодая девушка, которая играла на одну мелодию все песни, сейчас уже три диска записала. Было ей, этой девушке, лет 18, и до этого она никогда не пропускала церковь, а тут она пропустила церковь. И я думаю, не понял, куда пропала? Где Кейси? И Хит, он приезжал к вам в гости, вы видели его, это его сестра. И он говорит, она сегодня сбор денег делает. Она делает сбор денег для всех девочек в колледже. И я спрашивал, сколько же это ей надо собрать? Сто тысяч надо было собрать. А они собрали ей, чтобы она поехала, на стипендию собрали, чтобы она поехала и выучилась петь. И это мощно. И она была со мной, по всему миру ездила, и в Индии со мной была, и служит Богу сильно. Но, скажем так, я, например, я бы приехал... Например, я бы приехал в это место, и недалеко от него шикарный пляж. И я бы вот заявился в такое место, и сказал, да не, с этими не буду работать, я буду великим пастрем, буду ждать свое время. Буду играть в гольф, наслаждаться пляжем, хорошее время иметь и ожидать. Я бы упустил Божий план. Я бы все упустил. Но я отреагировал на этих людей... Правильно, я оценил их, несмотря на то, что они были мизерные, эти люди, и ничего не давали. И этих подростков я ставил в позиции, учил быть лидерами, и сейчас они выросли. Каждый из них сегодня проповедует. И через несколько месяцев уже их дети начнут проповедовать. В прошлом году 30 моих духовных внуков, то есть их уже детей, с 8 до 12, 30 человек получили крещение Духом Святым. Но что было бы, если бы я сказал, да не, не с этими, Бог имеет что-то лучшее для меня. Вы не можете пренебречь тем местом, куда Бог вас поставил. Вы должны принять, взяться и сделать самое лучшее, что вы там можете. Как бы мизерно это не увидели. Или там, никто меня не видит здесь. Бог видит вас на этом месте. Аллилуйя. Амин. Сделайте максимум там, где вы находитесь. Чтобы то, где вы находитесь, взяло максимум от вас и сделало максимум для вас. Чем больше вы строите, Чем больше вы строите колено Иуды, Иуда потом будет строить вас. У нас есть фраза, Чем больше вы работаете на авторитет, тем потом авторитет работает на вас. Аллилуйя. Вы будете на Сионе править и так, как вы правили Иудой. То, где ты практиковался, где ты тренировался, как ты правил Иудой, так ты потом будешь править на Сионе. Аллилуйя. Строй успех там, где ты находишься. Стань лучше, а не горче. Стань лучше, а не огорчен. Я помню, когда я спасся в этом притоне. И Бог говорит, вот, «Теперь это твой дом, очисть его». Это были лучшие годы, лучшее время в нем. Сделай этот дом готовым к приходу Бога. И я видел там чудеса. Я просто убирал этот дом. И я сначала видел чудеса, которые там случались, а потом был призван участвовать в чудесах. Но какова велика радость моя была даже от того, что я просто убирал там и делал дом готовым. Аллилуйя. Пусть отталкивает дьявола. Если вы не можете изгнать дьявола и оттолкнуть его в маленьком месте и служении, как вы ожидаете, что вы его изгонять будете в великих служениях? Если ты не можешь быть верным самым маленьким, что тебе доверили, как ты можешь ожидать великого служения? Однажды Бог испытывал меня. Я говорил, Господь, что ты ожидаешь от меня? Он говорит, убирай бумажки вокруг церкви, во дворике церковном, разбросанный мусор. Это все? Да, это все. Просто убирай бумажки. Вы можете смотреть на это двумя способами. Первый. Я призван к большему. И упустить Бога. Потому что если Бог призвал вас сейчас делать что-то маленькое, это то, как вы учитесь. Это то, как вы взращиваете свою веру. Это то, как вы учитесь слышать самого Бога. Это то, как вы растете. И если вы верны во всех вот этих маленьких вещах, тогда Он и поставит вас над большим. Я помню, я послал сына своего в Австралию, в Хилсонг, для обучения на целый год. Вы видели, да, или слышали о церкви Хилсонг, которые делают концерты тысяч на тридцать, и какая-то мощная вещь. И он уже девять недель там провел, и я звоню, ему спрашиваю, ну чем ты там занимаешься? Я же тебя на тренировку послала. Он говорит, меня поставили в служение над самыми лучшими. Над самыми лучшими. И я спросил его, что значит служение над самым лучшим? Это служение называется убирать туалеты в этом огромном зале на 30 тысяч. Девять недель он делал именно это, и он говорит, папа, это самая лучшая работа, чистить туалеты после 30 тысяч людей. И у них это называется служение самого лучшего. Я могу показать вам живой диск концерта этого Хилсонга. И сейчас мой сын поет на сцене там. Они выбрали его петь. Но он сначала делал самое лучшее. Вы служите, потом вы ведете. Если вы не хотите служить, а хотите вести, то вы такой служитель Богу не нужен. Служение, именно слуга, это самое лучшее место для Бога, чтобы он начал двигаться в вас. Никогда не пренебрегайте то малое, что Бог дает вам. Если кто-то вас использует, и они плохо к вам относятся в этом, не забывайте, Бог видит это. Я послал свою духовную дочку в Германию. И они использовали ее 90 дней. И жена пастыря говорит, мы пытались сломать ее. Мы хотели лишить ее радости. И они не были успешны. И она до сих пор имеет свою радость. И все пастыря исчезли, и жена пастыря исчезла, а сейчас она на их месте и управляет церковью. Это не то, что мы планировали, но это то, что Бог сделал. Это то, что вам необходимо не забывать, если к вам несправедливое отношение идет. Поэтому нам необходимо продвигаться вперед, несмотря на наши ощущения падения, что мы в маленьком месте. Даже если это выглядит, что мы находимся в самом маленьком месте, и что оно самое незначительное. Сделайте самое лучшее. Галечка, пригнись. Будьте настолько, насколько вы можете, хороши в этом, что Бог вас продвинул вперед. Второе. Второй завет, который он совершил, был завет с этим Авенером. И этот завет был завет Павлен. Простить своих врагов. И вот этот Авенир, который помазал другого на царство, наверное, был одним из самых больших врагов Давида. Авенир начинает понимать, что Давид будет царством. И до Авенира начала, в конце концов, доходить, что Давид таки будет царем над всем Израилем. И мы видим, что второе царство, третья глава, двенадцатый стих, говорит нам уже другое. И послала Авенир от себя послов к Давиду, сказать, чья это земля? И еще сказать, заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. Второе царство, 3.12. Есть смысл в этом, когда мы ходим с Богом, то в конце концов, даже наши враги осознают, что мы будем править. И враги сами начинают смотреть уже и на себя, и на нас. Авенир был одним из самых больших и мощных врагов Давида и прилагал все усилия, чтобы Давид проиграл. И он использовал все только для своего личного блага. Он посылал людей убить Давида. И до предложения о Завете, шестой стих 2-го царства 3-й главы говорит, когда было расприя между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддержал дом Саула. Он сам поддержал дом Саула, то есть он думал о себе, он думал только о личном. И вы должны понимать и осознавать, что вокруг вас будут лидеры, которые будут делать подобные вещи. Иногда вас будут окружать люди, которые сами себя будут устанавливать на какие-то позиции, на какие-то должности, сами себя продвигать вперед. И мы видим, что 2-я глава говорит нам, что Авенир отверг Давида как царя над Израилем изначально и помазал сына Саулова, которого звали Иосфея. То есть на самом деле он помазал на царство сына Саула, Иосфея, но он правил, он был у руля, он его выбирал, он командовал. И 2-е царство, 2-я глава, 8-й, 9-й стих, это нам и говорил, мы читали это, что Авенир, сын Ниров, начальник войска Саула, взял и Авосфея сына Саулова и привел, и воцарил. Он командовал. И вот есть принцип, который вы можете записать. Строй свои заветные взаимоотношения в общине, в служении на настоящих и будущих возможностях. Не на проблемах прошлого, а на настоящем и на будущем возможном позитивном исходе. Еще раз повторю. They won't repeat it one more. Build your ministry commitment on the basis of present and future possibilities. Строй свои заветные взаимоотношения в служении, в служениях, где бы вы ни служили, на настоящих и будущих возможностях, а не на ошибках прошлого. Не на ошибках или проблемах прошлого. Если вы вспомните, даже у Павла были проблемы, там, вопросы с Марком в Новом Завете. Но позже в служении он говорил, приведите Марка ко мне. Мы можем его использовать для царства в служении. То есть он простил, он отпустил и не думал о прошлом, а думал, что может быть хорошего в будущем. И когда Авенир отвернулся от своего же воцарившегося Иавасфея и повернулся к Давиду и захотел союза с Давидом, что сделал Давид? Он простил и заключил завет со злейшим врагом и простил прошлое. Три раза Авенир запросы делал о союзе с Давидом. А Авенир там даже надебоширил и переспал по-моему одной из жен Иавасфея. То есть там был настолько отворот от того царя, которого же он и воцарил. Мы знаем, что два лейтенанты пришли в Ишбашев's room и взяли его голову и привезли его к Давиду. И помните, он прислал людей, которые зашли в саму спальню Иавасфея, казнили, отрубили голову и принесли как доказательство Давиду. всем домашнее задание перечитать второе царство. И смотрите, то, что мы первое говорили, что падение, падение – это было стать только царем над Иудой. Вот для Давида это было падение и оно было болезненным. Но если падение приносит чувство боли, то прощение – это очень трудно тебе дается. Легче сказать, что я прощаю, чем по-настоящему простить. И это, наверное, самый дорогостоящий урок в жизни. Когда я однажды покинул свою церковь, чтобы поехать в миссионерский крусейд в Россию, и пока я был в этом крусейде, в этой поездке, два человека пытались отобрать мою церковь. Я простил их, и даже в своей церкви хотел, чтобы... Чтобы церковь продолжала с ними сотрудничать, и я лично помог их семьям, чтобы они просто не оказались на улице, и чтобы у них были какие-то работы. I didn't rise up against them, but they were in trouble because they touched God's anointed. You don't touch them? You not raised them? I didn't raise up against them. I didn't rise up against them. Я восстал не против них, я восстал помочь им вылезти из этого, и помочь даже не только им самим, но и их семьям. Мы должны забывать и двигаться вперед. Аллелуя. Очень много раз я слышу такое подобное. Такое может происходить с вами не потому, что ты не прав, а потому, что ты как раз делаешь все правильно. то, что против тебя начинают восставать. Люди привыкли думать, что с тобой что-то плохое случается, когда ты сам в чем-то виноват, и ты что-то делаешь неправильно. Давид делал все правильно. Он шаг за шагом шел к своему призванию, к своей цели, но люди восставали против него, а выглядело, как будто он неправ. Так что это будет происходить с вами, с нами, оно постоянно происходит. Если мы на правильном пути, вот такое может происходить. Аллелуя. Третий завет, который заключил Давид, был с известностью, был с известностью, с завет, с славой. Старейшины пришли на Хеврон, старейшины пришли к нему, к Давиду. 2-й главе 3-й главе 3-й стих. И в итоге помазали его уже в цари над всем Израилем. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон и заключили с ним царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над всем Израилем. Аллелуя. И сейчас мы еще прочтем отрывок Второе царство, 4-я глава И пошли сыны Ремнона Берафинянина Рихав и Баана и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея. И он спал на постели в полдень. Рихав и Баана, брат его, вошли внутрь дома для того, чтобы взять пшеницу и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его и умертвили его и отрубили голову его и взяли голову его с собою и шли пустынную дорогою. Всю ночь и принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю, вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомствую его. И мы все знаем, что лучше провести один день с Господом, чем тысячи лет с кем-то другим. Даже если вы находитесь в маленьком месте, но лучше в этом маленьком месте, незначительном вы будете с Богом, чем где-то великом, но без Него. Я бы предпочел быть детским служителем, помазанным, иметь Божье присутствие со мной и работать с детьми, чем быть пастырем в Великой Церкви и чтобы в ней не было Бога. Аминь. Давид ходил с Богом, он был мужем по сердцу Божьему. И пока он ходил, он учил свои уроки, выучивал их. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok